Многочисленные пробки, которые затрудняли проезд по городу, особенно в часы пик, во многом были связаны с припаркованными на проезжей части автомобилями. Чтобы разгрузить улицы и дать возможность беспрепятственно двигаться по току, в Видном появился автомобиль с устройством Паркон, который фиксирует нарушения правил остановки и парковки машин. Анализируя наши данные, которые мы обрабатываем, полученные из центра Паркон, то мы понимаем и видим, если в начале сентября эта цифра еженедельная сводилась от 100 до 150 даже нарушений со стороны водителей, то сейчас, допустим, если взять ПЛК, цифра где-то порядка 35-40. Люди начинают уже и привыкать к порядку, соответственно, при помощи штрафных санкций. За период действия устройства Паркон в Видном было зафиксировано порядка полутора тысяч штрафов на сумму около двух миллионов рублей. До недавнего времени Паркон курсировал только по улицам проспект Ленинского Комсомола, Советская и Школьная. А с 29 октября он начал работать по Березовой улице до Завидной и на всем протяжении Белокаменного шоссе. Кстати, это не все нововведения на Белокаменном. По общей программе губернатора Московской области выделены средства для обеспечения систем видеофиксации в стационарном режиме. Значит, нашей службе подана заявка в управление ГИБДД по Московской области на установку стационарных систем контроля за скоростью. Но не все так гладко. У некоторых автомобилистов к системе Паркон имеется много претензий. Они вроде паркуют свои машины в зоне, где знака запрещающего стоянку и остановку нет, однако штрафы все равно приходят. Причина этого выясняется. Телеканал Видное ТВ будет следить за развитием событий. Юлия Погосян, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ.